Чтобы не было беды, белгородские спасатели проводят профилактические осмотры газового оборудования в многоквартирных домах. На особом контроле 221 квартира из так называемой группы риска. Кто в нее входит и если нарушение, расскажет Григорий Черепанов. Поквартирный обход – это традиционная мера профилактики. Задача спасателей – дойти до каждого и еще раз напомнить небрежное отношение к состоянию газовых приборов и нарушение правил их использования, может обернуться трагедией. Здравствуйте. Газовая служба. Проверка вашего газового оборудования. Особенно опасно подключать такие приборы самостоятельно, уверяют специалисты. В последнее время очень много нарушений пошло. Это вот, будем говорить, самостоятельное подключение газового оборудования. Очень много самостоятельно шланги стоят. Понимаете, каждый считает, что это раз, быстренько поставил и все. Очень много людей сейчас вот мебель меняют и доверяют, например, газовое оборудование подключать мебельщикам. Тоже он где-то не дотянул, где-то это. Знаете, мебельщик сегодня ушел и все. С помощью специального прибора газовики проверяют уровень содержания углекислого газа в воздухе. Если предельные показатели зашкаливают, есть реальная угроза для жизни людей. Здесь все в норме, но хозяйки напоминают – на газовой трубе не должно быть никаких посторонних предметов, особенно электроприборов. Электропроводка, проводка. Вот это не должно висеть на газопроводе. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений – один из главных условий безопасного использования газового оборудования. Из-за отсутствия тяги в дымоходе есть риск отравления угарным газом. Вот видите, тяга очень прекрасная. Чаще всего горит группа риска. Это многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды, люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Потому все они на особом контроле у сотрудников МЧС. Спасатели проводят профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и вручают горожанам памятки. Самое распространенное нарушение, выявленное мной, это нарушение постановления правительства о противопожарном режиме, в соответствии с которым у нас расстояние до любых газовых приборов по горизонтали должно быть 20 сантиметров. А что касается газового оборудования, то это связано с необновленными контрактами по газу, с несвоевременно проводящимися проверками, со старым оборудованием, ну и все это приводит к утечке газа. В жилом секторе Белгорода с начала этого года произошло 95 пожаров. В огне погибли 7 человек. Основные причины возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей и электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем. Григорий Черепанов, Дмитрий Яремы. К этому часу. Белгород.